Вижу врагов справа! Таггинг мокринг, норс-вест! Ох, ешь! Вот это в натуре ништяк! Вот это тимарь! Нихо! Тихо! Вот это на... Ну что ж, я думаю, что тут без лишних слов понятно, что я просто в восторге от мехов в Helldivers 2, о которых добавили сразу после того, как игровое сообщество выполнило общую боевую задачу по освобождению планеты, на которой находились заводы по производству боевых экзокостюмов от оккупации автоматонов. Всем привет! Как вы уже поняли, сегодня у нас на повестке дня Helldivers 2 и новый экзокостюм Patreon. Но прежде чем начать, хотел бы показать вам новый логотип канала, который нарисовала нам замечательная Demona Dark по поводу взятия отметки в 20 тысяч подписчиков на ютубе. Правда, пока что подписчиков еще чуть меньше, но я думаю, что с такой-то наикрутецкой аудиторией дело в долгий ящик откладывать не придется. Короче, пишите в комментариях, насколько круто смотрится новое лого, ну или не смотрится, и нужно старое оставлять. Хотя, в принципе, можно и ту, и ту юзать, кто ж запрещает. А если вам вдруг нужно будет тоже что-то интересное сообразить и нарисовать, то можете смело обращаться. Demona Dark делает все четко и к работе подходит очень творчески, так что рекомендую. Ссылочки оставлю в описании под видео. Ее, с ним мехом сорвался. Ну а теперь к главной теме. Обновление в Helldivers 2 было уже несколько дней назад, в котором нам сбалансировали слишком легкие и короткие миссии, и сильно занерфили любимые всеми убойные пушки. Например, такие как рельсотрон и крушитель, с которыми бегали все поголовно. Ну и что началось после этого? Да, волна негодования от того, что играть стало слишком сложно. Врагов очень много, а убивать их, собственно, и нечем. Ну и в принципе, теперь есть чем. Экзо-костюм Патриот на данный момент времени доступен всем, даже без изучения соответствующей стратагемы. Вызвать такую чудо-технику можно один раз закатку. Ну, это пока в качестве бонуса. Чтобы юзать Патриота на постоянной основе, придется потратить 20к реквизиций. Ну и вызывать мы уже сможем его дважды. Патриот оснащен двумя типами вооружения. Это гранатомет, больше похожий на ракетницу. И думаю, что я так и буду ее называть. Ну и тяжелый пулемет. Ракеты очень неплохо уничтожают бронированных и крупных врагов. Ну а пулемет просто косит всех остальных. Стартовый набор боеприпасов. 14 ракет и 1000 патронов в пулемете. Улучшая за образцы соответствующие модули на вашем корабле, все это дело можно будет увеличить. Боезапас пополнить во время катки нельзя. Так что когда ваш БК закончится, из Патриота можно смело сваливать. Вызывается Патриот через стратагемы и прилетает на шаттле. Соответственно, шаттл при подлете в точке сброса Патриота тоже не кисло накидывает по врагам из своих пушек. Так же, как и во время эвакуации. Так что имейте это в виду. Скорость и маневренность у Патриота более чем комфортные. Ну и по броне в принципе нареканий нет. Хотя, конечно, можно было бы и покрепче сделать. Короче, если вы думали, что в Патриоте вы станете бессмертными, то вы очень ошибались. Патриот можно легко потерять, как по неосторожности, так и получая урон, особенно если кто-то очень большой в упор подойдет. Но в то же время, если врагов к себе особо не подпускать, то Патриот это просто лучшее средство для аннигиляции всего живого и неживого вокруг вас. Так что управлять этой штукой, если честно, одно удовольствие. Ну и в заключении скажу еще парочку важных моментов. Стратагемы во время управления Патриотом вызывать не получится, так что в случае чего придется вылезать. То же самое с выполнением различных заданий и использованием терминала. Так что сразу сейпатькой вызывать Патриотов, думаю, не стоит. Использовать ракетницу и тяжелый пулемет можно одновременно, зажав левую и правую кнопку мыши, для нанесения максимальной демократии вашим врагам. Ну и как я понял, по моим личным наблюдениям, Патриот без водятла никакой угрозы противникам не несет. А поэтому они ломать его вроде как и не будут. Хотя, может это просто мне так повезло. Если вдруг ошибаюсь, обязательно поправьте меня в комментариях. Ну и имейте ввиду, это всего лишь только один первый образец техники в игре. Скоро будет гораздо больше. А у меня на этом все. Ставим лайки и дизлайки, делимся этим видосом с друзьями. Это очень поможет продвижению канала. Подписывайтесь на наш ютубчик, телеграм и векоплейлайв, чтобы ничего не пропускать. Ну и не забывайте про наш дискорд, в котором вы всегда сможете найти боевых товарищей, для того, чтобы нести максимально высокоточную демократию в Helldivers 2. Играйте в хорошие игры. Всем добра. За демократию, нахуй! Просто в натуре за демократию. Играйте ад! А стих pitches... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...